Всем привет, это Агрокурьер и сегодня я побываю там, где всегда весна. Направлюсь в Безенчугский район Самарской области и окажусь в тепличных условиях. Тамошние овощеводы проводят смелые эксперименты, расширяя ассортимент продукции. Загляну и в учебные корпусы Самарского аграрного университета и узнаю, как по-новому собирают метеоданные. Ну, получается, его нам привезли и осенью с Франции, да, с Парижа, как нам сказали. Каштан из самого Парижу, где из орехов делают масло и разные блюда. Что он забыл в овощеводческом хозяйстве Самарской глубинки? Судя по уходу, забыл о родине и иммигранту хорошо на новом месте. Пока что результат очень даже хороший. Выращиваем, как видите, результат, ну, схожесть почти 90%. Как-то так. Проживаемость. В чем французское? Что в нем такое? Ну, пока что по этим точно нельзя сказать, но по размерам каштана вы можете, как бы, здесь увидеть, что они очень крупные. Каштан взошел и задал пример остальным. Рядом тянутся ввысь крохотные ели, дубы из десяток декоративных деревьев. Решились тут на эксперимент разнообразить ассортимент культур для рынка и для себя. Здесь столько разной зелени и растут молодые уже деревца. Расскажите нам, пожалуйста, про ваш эксперимент. Что здесь растет и для чего? Эксперимент заключается в том, чтобы декоративные культуры росли уже напрямую в наших условиях. Нам ниоткуда их не закупать. Мы можем это потом поставлять на рынок. Также у нас есть проблема такая, как ветра сильные. У нас нет лесополос. У нас бывает, что на поля рассада идет, у нас сильный ветер. Была предпринята такая инициатива, идея вместе с начальством вырасти свои лесополосы. Получается, посадку будем высаживать, лесополоса высаживается, потому что что-то отсюда может также поставляться на продажу, что-то досаживаться. Здесь в основном у нас представлены такие, как сосны, ель, декоративные дубы, каштаны. Им всего несколько месяцев. Растут малыши в палетах на торфяной основе. Это сколько ей сейчас? Так, сейчас ей идет седьмой месяц. Седьмой месяц? Да, седьмой месяц, вот результат. Какие-то особые условия здесь созданы, чтобы она росла? Созданы определенные условия. Они у нас находились под лампами. Была досветка для них. Также полив особый раствором питательным. Мы даем кальций. Даем также монокарий, фосфат, чтобы у нас шло правильное формирование. Потому что торф, он хоть и у нас идет уже с примесями, элементами питания, но оно со временем вымывается, и мы добавляем туда все. И сколько они у вас примерно здесь будут находиться? Сколько они у вас в этой теплице? В этой теплице они будут находиться у нас до марта. Потом мы отдаем под рассаду. То есть они будут пересаживаться? Они будут пересаживаться. У нас придет специальная карусель, которая из кассет будет высаживать в горшки. Горшки будут находиться здесь 3-4 года. Потом это идет уже в лесополос. Сосны, ели, дубы – здесь растят будущие зеленые легкие, которые займут площадь минимум в 5 гектаров. Вот насколько серьезно подходят к задаче выращивания овощей в степной зоне. Хозяйство, которое использует орошение, думает о натуральной защите против эрозии. В теплицах мы можем играться температурами, а на улице нам надо уже подготовленные, чтобы они смогли перезимовать, засуху пережить уже непосредственно, что в лесополосах их так уже поливать не будут. Это сейчас какая здесь температура? Здесь сейчас температура 15 градусов. 15 градусов. Да. Давайте обратно. Давайте. Боюсь я, чтобы… Как вот можно сделать так, чтобы обратно, не повредив ничего? Ничего? Не боли с ней? Нет, нет, нет. Вот как видите. Корень, если не повреждается, аккуратно он убирается назад, и все. Получается, в основном… Еще немножко надо утрамбовать, да? Чуть-чуть, нет? Да, чуть-чуть утрамбовывается, и он дальше начинает уже разрастаться. А полив, как полив здесь? Полив у нас есть сплинкера, с тема сплинкеров. Вот эти? Да. Вот они. Это верхний полив. Ага. Сейчас из-за того, что у нас разные культуры здесь стоят, верхний полив мы не используем. Он у нас больше подроссадный метод идет. У нас есть пистолетный способ, когда шланг и пистолет находятся. И здесь уже человек, да, он прям подходит и поливает, как простые садоводы в огороде. Одним искусственное освещение и полив для роста, других, например, гортензии и туи, отправляют в спячку. Специалисты настраивают микроклимат, приближенный к естественным условиям. Так, мы сейчас помогаем растениям впасть в анабиоз и укутываем снежком. Вот так припорашиваем, да? Да. Это для чего нужно? Чтобы не сохло. Ну, чтобы не сохло, перезимовал хорошо. А почему? Они у нас впадают в анабиоз. Зачем им нужна сейчас спячка? Природа. Ну да, наверное. Чтобы не высохли вот еще для этого. Если проект с деревьями на долгие годы вперед, то эти цветы уже скоро подарят весеннее настроение жительницам области. Более 10 тысяч тюльпанов вырастят к 8 марта. Это тоже пока эксперимент. Расскажите, что нужно сделать, чтобы ваш эксперимент удался? Очень важно соблюдать температуру. Самый главный фактор – это температура и влажность. Температура, чтобы правильный рост был, правильное раскрытие листа, правильный бутон. А влажность, чтобы у нас корни не гнили, чтобы не было больших перепадов и не рвался лист. Смотрю, еще вот здесь лампа так усиленно прям горит. Это досветка? Досветка. Это необходимо? Да, необходимо. Это что? Это энергия им нужна или что? Смотрите, любому растению, как и нам, нужно питаться. Фотосинтез у нас происходит от света. Чтобы шел фотосинтез, шли обмены веществ, нам нужна досветка, хороший свет. Сейчас зима, пленка, сами видим, она не пропускает столько света и обязательно нужна досветка. А в чем они? Что это за почва? У нас здесь идет торф в перемешку с песком речным. Это все смешивалось, поливалось у нас кальцием и сажались луковицы. Потом луковицы у нас отправляли с камеры проращивания. Мы ждали там укоренения при определенной низкой температуре. И уже непосредственно, когда пришел период после новогодних праздников, мы их достали. А в чем суть эксперимента? Зачем цветы? Вроде бы вы, а овощеводческое хозяйство крепкое. Нужно стремиться. Нужно стремиться к развитию во всех сферах. Овощи – это очень хорошо, но нужно еще смотреть дальше перспективы. Мы также хотим не только заниматься овощами, мы хотим и к 8 марта женщин радовать. И сейчас мы пытаемся и гортензиями заняться. У нас есть питомник. Мы сейчас на питомник высаживаем гортензию. У нас высаживается лаванда, у нас высаживаются розы. Мы хотим организовать уже свой питомник, который можно будет уже непосредственно приходить, прогуляться, посмотреть, выбрать растения и забрать. Основное же назначение теплиц – для выращивания саженцев овощных и зеленых культур. Особое место у лука. Тут налаживают производство посевного материала. Проект восстановления собственного семеноводства лука-чернушки был поддержан областным ментельхозом и реализуется в рамках федеральной научно-технической программы. Мы его высадили из своих семян в ноябре месяце. Причем эти семена мы уже собрали этой осенью, заложили в хранилище, где высушили. Высушили, и сейчас они ждут дальнейшего высадки уже летом в открытый грунт прямым посевом. Это не то, что уже эксперимент, это опыт, который у нас уже удался. Мы уже имеем определенный объем этих семян. И мы видим сейчас то, что и схожесть, и энергии роста проверили хорошие. Нас все полностью удовлетворило. Нужно понимать, что мы экономим на семенах, то есть это будут свои семена, а в дальнейшем с чернушки будет сивок, что можно будет и для себя, и возможно реализовывать. В хозяйстве сейчас действуют три теплицы с автоматической системой освещения, полива и микроклимата. Управлять можно дистанционно, а данные сохранять на сервере. Видите, что у вас в руках? Умный девайс, который может мочь вам отправлять теплицей, будучи совсем в другом регионе? Не то, что в регионе, в любой точке мира я смогу зайти в эту систему, изменить настройки, и, соответственно, теплица по заданным мной настройкам будет работать. Здесь система климат-контроля установлена автоматического поддержания, как я уже говорил, температурного режима. Это работа клапанов, работа печей, все это я могу сделать с его смартфона, находясь за тысячи километров отсюда. После посева семян, кассеты отправляются в комнату проращивания, проращиватель. Параметры, создается туда влажность, там есть специальный парогенератор, есть система обогрева и вентиляции, создается условие для проращивания семян. То есть также создается СПК, и я могу действовать, это настройки вводить через свой телефон. Павел Анатольевич, вот это помещение для проращивания семян. Совершенно верно. Человек может здесь прорасти, вот, например, я? Нет, вы не похожи на семечку совсем. Здесь создаются условия именно для семян растений, для того, чтобы они тронулись в рост, набрали силу, и после чего мы уже выносим их в теплицу для дальнейшего роста. Именно в этой комнате собрана система туман, так будем, парогенератор, который дает влажность, опять задаваемый с СПК, обогрев, вентиляция, движение воздуха. Все, что нужно для семечки, чтобы она тронулась в рост. В планах на этот год возвести еще 9 современных сооружений. Построят их на кредиты по льготной ставке благодаря поддержке правительства области. Первый аспект – это более грамотно использование земельных участков, то есть при рассадном способе количество выживших растений и, соответственно, полученной продукции будет в разы больше. Согласитесь, чем будем прямым севом на фрегате сеять. Второй вопрос – это более ранее получение продукции, соответственно, сбивание цен в наших магазинах. То есть свежий готовый продукт люди будут получать намного раньше не импортный, а уже наш свой, выращенный здесь в Самарской области, на Самарской земле. Вот так самарские овощеводы перестали работать по старинке и ушли от простого открытого грунта. Теплицы – не что иное, как диверсификация бизнеса, новая продукция и перевод работников на круглогодичную занятость. Эта метеостанция в поселке Усть-Кенецкий установлена 30 лет назад, хотя сами наблюдения ведутся здесь более века. Вся приборная база работает по лицензии и по всем принципам Росгидромета и всей наблюдательной сети мира. После обильных снегопадов добраться сюда – настоящее испытание, вычисляя тут температуру и влажность воздуха, глубину промерзания почвы, количество осадков, высоту снежного покрова и скорость ветра. А недавно появилось оборудование нового поколения – автоматические метеорологические станции. Данные передаются по модемной связи на сервер погоды. Любой специалист из сферы АПК на их основе может принять верное решение о времени проведения агротехнических мероприятий и даже спрогнозировать урожай. Для аграриев плюс в использовании таких станций в том, что их можно поставить на своих полях. Они мобильно переносимые, они беспроводные и в оперативности работы с информацией. Она быстро актуализируется на сервере и множество пользователей из любых точек расположения могут получать эту информацию. Урожайность сельхозкультур напрямую зависит от погодных условий, а точнее от возможности их прогнозировать и предвидеть потребности поля. Метеостанции в этом незаменимые помощники агрономов. Например, сумма эффективных температур и количество осадков может пригодиться при формировании севооборота. Оперативные данные также могут сократить расход воды при поливе. На основании полученных данных мы делаем прогноз перезимовки озимых культур, их выход из этой перезимовки и дальнейший рост и развитие. Также мы делаем прогноз урожайности сельскохозяйственных культур, получение качества, качественные показатели, какие будут, а также сроки созревания. Говорят, прогнозы дело неблагодарное, но даже и без данных метеостанции видно, влагозарядка почвы этой весной будет отменная, что должно положительно сказаться на росте как озимых, так и яровых культур. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии. Новый учебный класс в Самарском аграрном вузе отремонтирован и оснащен наглядными пособиями. Для работы студентов закуплены мебель, проектор, ноутбук. Открытие еще одной профильной аудитории стало возможным благодаря поддержке отраслевого партнера, одного из крупнейших агрохолдингов области Василина. Сегодня пришло как раз то время, когда и производство понимает наши задачи, и мы понимаем производство. И вот то самое взаимодействие, оно выражено в чем? Студенту комфортно находиться и учиться. И самое главное, в этих помещениях, которые оборудованы по последнему слову техники, хочется и нужно учиться. В классе теория с выходом в интернет через сенсорную панель на выставочной площадке – практика. Здесь представлен широкий спектр навесного и прицепного оборудования производства завода «Сельмаш». Большая часть выпускаемых агрегатов успешно решает задачи в хозяйствах агрохолдинга «Василина». Поэтому и задача новой аудитории – непрерывное обучение в честной связи учебы и производства, чтобы студенты выходили из вуза готовыми специалистами. Задача стоит в чем? Готовить свои кадры, начиная со второго-третьего курса. Мы уже должны их обеспечивать и стипендию давать, и обеспечивать работой, которые они должны действительно проходить в практику. Это будущее, что сейчас сегодня делается, это мы закладываем фундамент будущего производства сельского хозяйства в нашей области. Агрохолдинг «Василина» – один из немногих сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня подписывают соглашение о взаимодействии не только с высшим учебным заведением, но и с сельскими профессиональными заведениями. Это гарантия. Это гарантия того, что тот молодой человек, который обучается в том или ином учебном заведении, гарантированно получит достаточно высокооплачиваемое рабочее место. В новом классе обучения пройдут студенты сельских техникумов и училищ и будущие выпускники инженерного факультета аграрного вуза.